В намагниченных частиц где-то 3-4 астрономических единицы постоянно было. Астрономическая единица расстояния от Земли до Солнца. Сегодня эта ударная волна 100 астрономических единиц. Вы представляете, сколько уплотнилось пространство. И вот эта намагниченная плазма сегодня идет на Солнце и на планеты Солнечной системы. И знаем мы об этом или не знаем, эта энергия идет и на нас. Вот с этим связаны вот те катастрофы, которые идут в поступление дополнительно большого количества энергии. Повышается уровень вибраций Земли. Вот многие не знают, что происходит. Депрессии, головные боли. Многие уходят с земного плана, не выдерживают. Правильно, повышается. Если раньше, постоянно, последних 12 тысяч лет уровень вибраций в средний фон был 7,8 Гц, сейчас он 12, 14, а в зонах магнитных аномалий 30, 40. Там уже люди целыми поселениями живут одновременно в третьем и четвертом измерении. Сейчас ученые изучают вот этот феномен. Ученые Новосибирского отделения Академии наук России изучают. Очень в статье доктора геологических наук Дмитриева об этом очень хорошо описывают, других ученых. Я вам скажу, вот в чем интересна сейчас ситуация. Тонкий мир, тонкие энергии. Мы, ученые, провели такие эксперименты в рамках квантовой физики. Весь мир состоит из фотонов, элементарных частичек света, фотончики. Кирпичик на кирпичик, все. Стол состоит из, и тело человека состоит из фотонов. Провели следующий эксперимент. Они провели эксперимент, как ДНК человека может влиять на фотоны. Оказалось, что на микроуровне наши физические законы обычные, они не действуют. Там действуют другие законы. И поэтому на микроуровне, вот выкачали с пробирки весь воздух, там остались фотоны в непорядочном состоянии. Поместили туда образец человеческой ДНК. Фотоны все выстроились в определенном порядке. Забрали образец, фотоны там остались в том же порядке. Как? Почему? То есть это еще подтверждает нашу богоподобность. Совершенно верно. Раз мы выстраиваем гармонично. А сейчас я скажу. Дальше продолжаем к чему идти. И идем дальше. Ученые Института физики, математики сердца, они определили, что вокруг сердца есть троидальное поле. Оно где-то размером полтора-два метра. И есть вот это троидальное поле, воздействуя безусловной любовью и определенным мыслеобразом на ДНК человека. ДНК. Произошло изменение ДНК человека. Значит, мы можем на микроуровне изменять ДНК человека. Значит, фатальных моментов для нас нет. То есть мы можем изменять ДНК, который влияет, как я показал в первом эксперименте, на материю. Значит, мы можем влиять на материю, то есть мы являемся сотворцами. И если мы это осознаем, если мы это поймем, тогда неразрешимых проблем для нас нет. Тогда неразрешимых ситуаций для нас нет. Тогда проблем со здоровьем у нас тоже нет. Вот сейчас очень важно перейти к разговору о базовом курсе. Об уникальном базовом курсе, дорогие друзья. У нас на самом деле просто счастье, что Павел Петрович переехал в наш город, и у вас есть возможность получить такие знания. Вот что человек получит на базовом курсе? Умение вот именно на уровне ДНК менять информацию? Совершенно верно. Он получит возможность управлять тонкими энергиями, изменять ситуацию вокруг себя, изменять тело человека, да? Вокруг тела человека есть аура. Все уже, наука с этим согласилась. Эфирное тело. 72 тысячи энергоинформационных точек. И если где-то одна из этих точек не работает, все, туда энергия не уходит, не выходит. Там темно. Начинается воспалительный процесс. Что надо сделать? Восстановить ауру. Болезнь по спирали скручивается и уходит. Вот это элементарно. Ничего не надо делать. В организме любого человека достаточно ресурсов, чтобы решить любую проблему. Но его сознание в данном случае есть Бог для всех клеток организма, и который может любую проблему решить. Правда ведь? Вот мы сейчас на это и выходим. Спасибо большое. Я извиняюсь. Принимаем звонок быстренько. Говорите, пожалуйста, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый. Скажите, пожалуйста, что это такое, как поднимать вибрацию и как делать? А вы приходите на открытую встречу, поскольку сейчас мало эфирного времени, а информации очень много, которую хочется дать. Приходите на открытую встречу, там подробно я проведу мастер-класс по этому вопросу. Мы подробно все рассмотрим. Но у нас мало времени, а у вас есть чудесная картинка древа Сефирот. Есть. Давайте мы немножечко, для того, чтобы было понятно нашим телезрителям, как же будет происходить работа на базовом курсе. Дадим характеристику. Я еще, если можно, скажу, что 3-4 числа будет у нас конференция. Декабря. Декабря в Полтаве, где будет Аркадий Намумович Петров и академик Полетаев. Вот как раз вот эти все вопросы, они будут там поднимать. А академик Полетаев, вы знаете, он проводил вот эти эксперименты, о которых я вам только что рассказывал. Да, это ученые очень высокого уровня. И так здорово, что уже эзотерики и ученые наконец-то слились и соединились. И работают. Я раньше когда-то буквально еще полгода назад говорила, что, к сожалению, вся экспериментальная наука, физика, математика присущи лишь частные случаи во Вселенной, присущи только нашей Земле. Оказывается, так ошибалась. Какое огромное количество ученых на сегодняшний день проводят эксперименты, получают потрясающие результаты. И уже нет той границы, которую отделяло эзотериков от ортодоксальной науки. Вы знаете, я встретился с очень интересным человеком, Иван Павлович Невмывакин. О, академик. Это тот человек, который отправлял всех космонавтов в космос. И вот он говорит о чем? Он говорит, да, человек это энергоинформационная структура. Это не только физика, это еще семь тел. И вот, говорит, болезнь начинается там. А потом уже человек болен, но он еще не знает. И когда доходит до физического тела, человек хватается за таблетки и начинает лечить тело. Ничего не будет. Надо найти причину. Устранив причину, мы сразу устраним. Болезнь сама уйдет. Надо причину найти. Так в том-то и дело, что мы говорим, и многие люди уже знают, что надо найти причину. Но ведь они ищут путь не там. Не там. Не там ищут. Они не хотят работать. Ведь понимаете как? Дело в том, что огромное количество специалистов, которые также нужны. Они прекрасные, чудесные, на своем уровне. Кто-то работает там с чем-то, помашет руками, поможет. Но ведь современный человек уже должен понять, что он должен учиться сам. Уже нельзя зависеть ни от одного учителя, ни от одного мастера. Вы должны уже сами стать себе, учителем и мастером. Если человек сам не будет работать, ничего не будет. Только сам. Можно ему дать импульс, можно дать толчок, можно подсказать. Человек принимает решение сам. И человек сам поднимается по ступеням. А сейчас это очень важно. Почему важно? Поскольку тонкий план входит реально в нашу жизнь, то сейчас получается такая картина, что мы с человеком... Вот мы сейчас наблюдаем. Что мы наблюдаем, Павел Петрович? Смотрите. Это нам сейчас показывают... Посмотрите. Древо Сефирот. Вот это во время нашей практической работы на реке Днестр. Мы проводили реку, там практическую работу. Вот, пожалуйста, на... Воплотилось Древо Сефирот. Воплотилось Древо Сефирот. Вот оно у меня сейчас в руках. Дайте мне знак. Это действительно все телезрители видят или только мы видим? Это все видят, да? Спасибо. Но просто без нашей просьбы сюжет показали, поэтому неожиданно. Ну вот показывайте, пожалуйста. Не нас показывайте, а показывайте эти снимки. Это потрясающие снимки. Вот посмотрите теперь, как с Древа Сефирот идет луч прямо на купол храма, а в храме идет служба. То есть идет божественный, да, высшего духовного плана идет информация, новая информация, высокочастотные энергии идут. Они несут не только энергию повышенную, но и информацию совершенно другую. И несут прямо на тех людей, на коллективное сознание людей. Вот показано. А вот это вот проявилось в шестиграннике. Это образ Божьей Матери. Мы сейчас посмотрим икону этой Божьей Матери. Проявился прямо образ Божьей Матери. Дайте нам следующую картиночку, пожалуйста. Ну вот тут тоже очень видны, вот в виде этих, да. А вот посмотрите, какой розовый свет, да. Это группа немцев, да, по-моему, немцы. Вот они, смотрите, не понимают толком язык. Через переводчика, ну как они жадно впитывали те знания, которые... А случайно все попали. Говорят, мы случайно, там случайных людей нет. Ничего не бывает, да. Они попали. Вот посмотрите, что делается на Древе, да. Вот там, где мы работаем, вот это вот тут на Древе. Это простой камерой вы снимали, да, и вот такой эффект получили. Фотоаппарат, да. Фотоаппарат, потрясающий. Мы несколько, пять фотоаппаратов, посмотрите, сколько. Даже в цветовой гамме вот это все вот так, потрясающе просто. Вот посмотрите, что это? Ну вы говорили микрофон, на самом деле это не микрофон. Хотя, опять же, да, это очень интересная структура, которая также проявилась. Вот посмотрите, какое солнце. Какое солнце, да. И вот в это время там розовый свет, мы смотрели, идет, да. Вот это вот мы видим, вот посмотрите. Это светящаяся икона. Это икона Божьей Матери. После того, как мы провели работу, да, эта икона вспыхнула и засветилась. И вот сейчас мы посмотрим другую, вот она рядом, да. Вот эта икона, вот она, это боты. А когда мы провели работу, вы видели... Верните еще раз ту картинку. Да, эта икона вспыхнула и засветилась. И мы, например, с пять фотоаппаратов фотографировали, и с пяти фотоаппаратов вот такая картинка. Потрясающе. Потрясающе. И вот я понимаю, что кому-то нужны все эти чудеса, доказательства. Но ведь сейчас именно будет тот человек останется и перейдет, совершит переход, который не требует, уже все, хватит доказательств. Ну, по-моему, уже каждый из нас прочувствовал, что так важно. Покажите древо Сефирот, вот какое оно... Куда показать? Да, вот давайте я покажу. Покажите. Вот древо Сефирот, и вот это древо Сефирот при работе с немецкой группой воплотилось, материализовалось в нашей реальности. Дорогие друзья, вы видели только что эти съемки. А вот древо Сефирот, и вы будете изучать это древо, начиная с базового курса. И еще раз хочу сделать объявление, что 23 ноября в среду в 17.00 дом медработников, греческая 20, приходите. Квантовый переход 2012 года и роль человека в нем. Приходите все. Это бесплатная информационная встреча. А с 24 по 27 ноября состоится базовый курс, который будет проводить Павел Петрович. Именно вот эти три дня, это вы сможете записаться. Записывайтесь, пожалуйста, заранее, потому что количество мест ограничено. Телефоны 095-289-45-21, 095-289-45-21, 098-430-89-53, 098-430-89-53, 795-19-70, 795-19-70. И вывод. Две минуточки. Две минуточки. Ну, вот я скажу, вы говорили, тут прозвучало 2012 год, конец света, да? Не будет никакого конца света. Будет переход, и очень красивый переход будет. И чем больше будет людей света, мы более плавно и более гармонично перейдем на новую квантовую орбиту. Мы уже в Одессе, вот здесь, создали, тоже активировали кристалл, кристалл преображения, который будет гармонизировать всю ситуацию для того, чтобы этот квантовый переход прошел наиболее гармонично. И жители Одессы, город Одесса, прошел плавно на новую квантовую орбиту перешел, где будут совершенно новые возможности человека. Счастливая гармоничная жизнь, без болезней, никаких болезней, слова болезни такого не будет. А как это может быть, если человек получит такие чудесные инструменты? Чудесные инструменты получат. Сейчас уже очень многие люди, получив эти инструменты, они забыли, что такое болезнь, они забыли, что такое безнадежные ситуации, живут счастливо и гармонично. Об этом говорит и наше учение Древа Жизни. Спасибо. А вот недавно мы провели конференцию в Хмельницком, рождение нового человечества. Выступали ряд академиков, вот эту книжечку тоже можно взять, почитать, потому что здесь очень интересная информация о том, что будет происходить, что происходит и как. Начинает свою работу гостиная на телеканале АТВ в студии Мария Ковалева. Мы очень долго анонсировали нашим телезрителям, что в нашей студии появится, обязательно-обязательно появится автор учения Древа Жизни Аркадий Наумович Петров. И вот, наконец-то, по просьбам многочисленных телезрителей, ваша мечта сбылась. И Аркадий Наумович Петров сегодня у меня в студии. Так, автор учения Древа Жизни, доктор философских наук, писатель. И могу продолжать количество ваших регалий еще долго и долго, но давайте перейдем к основным уже тезисам. Вы прилетели из Австралии буквально вот с самолета и к нам в студию. Как зарубежные коллеги вас встречали? Что удалось передать из знаний им? Что удалось почерпнуть от них, может быть, какие-то знания? Вот как прошел форум в Австралии? Ну, он прошел замечательно. Я проводил семинары как раз в Мельбордском университете. И меня удивило, что там, в общем-то, мои труды известны. Там, ну, в свое время уже в Америке вышла трилогия «Сотворение мира». И многие люди подходили ко мне с автографом, с этими книгами. То есть они у них были. И на этот семинар приехали специалисты, потому что этот семинар был специалистов из 13 стран мира. То есть это очень представительно. И мы по итогам, значит, этого семинара получили приглашение сейчас продолжить работу в Бразилии, в Канаде, на островах Фиджи, Новой Зеландии и еще несколько таких мест. То есть достаточно с успехом прошел для вас семинар? Да, ну, это не первый успех, потому что практически у нас очень мощно в Европе, все уже развито там, большие и серьезные результаты. В медицинских центрах, где мы работали, там есть такие достижения, как, например, развлечение людей от рака четвертой степени. Я должен сказать, что и третья степень практически не лечится, а уж четвертой степени можно на пальцах сосчитать успехи в этой области у так называемой традиционной медицины или официальной медицины, это будет точнее. А вот у нас уже более 40 случаев. Я не хочу сказать, что все люди выздоравливают, такого я еще не могу сказать, но более 40 случаев исцеления от рака четвертой степени зафиксировано, официально зафиксировано в медицине. Это, прямо скажем, все-таки серьезный результат, по которому проходят международные конференции специалистов. На некоторых я был, вот такие, как в Штутгарде, где вместо доклада 20 минут мне пришлось на сцене стоять и выступать 4,5 часа. Перед специалистами, там новелеские лауреаты были, так сказать, очень серьезная публика. Результаты действительно впечатляющие. Вы знаете, мы нашим телезрителям, вместе с вашими региональными представителями, достаточно часто, вот каждый эфир, мы рассказывали об учении древа жизни, но, естественно, все хотят услышать это от первоисточника. Поэтому я не могу не задать вам вопрос, вот каковой ваша жизнь была до открытия знаний, и, не знаю, как произошло открытие видения тонких процессов, откуда это знание пришло? Это было озарение, или это была долгая, кропотливая работа над собой? Да вот как раз, понимаете, не было, я бы сказал, долгой, кропотливой работы. Просто в 50 лет, это 16 лет назад, я тяжело заболел, у меня были проблемы с почкой, меня положили в больницу, стали готовить к тому, что левую почку надо отнять. В перспективе такая же участь грозила и другой почке. То есть практически, можно сказать, что жизнь заканчивалась. И вот в этот момент, может быть, это какой-то момент переосмысления, когда начинаешь думать по-другому о своей жизни. У меня начались определенные видения, я стал это видеть, потом стал записывать то, что вижу, как бы углубляться в материал. И вместе с этой работой у меня исчезала вдруг симптоматика моего заболевания. Врачи сами с недоумением наблюдали то, что как бы необходимости острой в операции уже нет. И месяц спустя я вышел из больницы со своей почкой. То есть обе почки теперь привозят? У меня все на месте, и более того, я после этого забрал свою карточку из поликлиники, и больше к врачам не обращалась вообще. Вот эти последние 16 лет. Ни по одному поводу. Ну, на личном примере доказывать всегда хорошо. Вы знаете, к нам дозвонилась наша первая телезрительница, Надежда Владимировна. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Аркадий Симович, у меня такой вопрос. Вот так, как вы говорите, к врачам не ходите, уже я тоже не хожу. Они списали меня, полип желудки нашли, значит, метастазы печени. И, в общем, предложили мне химию. Я понимаю, что в химии дорога на кладбище. И я тоже к ним не хожу. Просто его не хожу. Что мне делать? Как мне? Спасибо вам большое за звонок. Это путь личностный у меня был. Я думаю, что это правильно будет и по отношению к любому другому человеку. Любая болезнь человека имеет, как бы, корни и причину в нем самом. Поэтому надо исследовать, как бы, свою жизнь, разобраться в ней. И только после этого начинать, как бы, технологические процессы. Потому что там есть технология, но они не могут быть впереди идеологии. То есть определенные нравственные ориентиры, которые человечество наработало в течение, там, тысячелетий или десятков тысяч лет, они не просто так возникли. И все наши болезни – это в какой-то мере уклонение от них. Я сейчас не хочу говорить, там, о детских вариантах, которые тоже существуют. Это просто углубление будет в область, которая еще людям малоизвестна. И для того, чтобы ее освещать, нужно больше просто времени. Но хочу сказать, что не случайно появляется такое понятие, как духовность. Ну вот часто же говорят, что чужая душа потемки. Это наша такая славянская поговорка. Вот в духовной сфере для многих людей, духовная сфера самой – это понятие расплывчатое. Ведь люди боятся заглядывать себе внутрь и больше привыкли опираться, на самом деле, на точные науки. Вот как происходит формирование и, главное, передача духовного знания? Вот возьмем и бытовую сферу, и научную сферу. Ну, я тоже отношусь, так сказать, к области точных наук, так сказать, как ученый, который занимался на этом поприще очень долгое время, имел определенные успехи и достижения, вплоть до того, что мое имя вынесено в Международную энциклопедию элиты информационологов мира. Это энциклопедия под эгидой Организации Объединенных Наций выходит регулярно, там мне посвящена статья. Это говорит о том, что у меня есть достижения, да? Но это я не для того, чтобы вот как бы каким-то самовосхвалением заняться, а для того, чтобы сказать сейчас прямо противоположное. Я вообще-то считаю, что современная наука сильно заблудилась. Если бы я шел тем же путем, где раздавали вот эти вот ордена, медали, которые я тоже имею, и награды различные, и премии международные, я бы пришел не туда. Поэтому говорить о точности наших наук сейчас, после того, что мне открылось, и то, что я сейчас развиваю как определенное учение, я бы не осмелился. То есть я, по сути дела, отрицаю определенный свой путь, где достиг очень многого. Вы знаете, действительно, в учении Древа Жизни, вот мы уже знакомились с вашими коллегами, последователями в студии, задействовано достаточное количество и преподавателей, и кураторов. Вот как они получают знания, кто проверяет их квалификацию, какими качествами должен обладать учитель для того, чтобы это знание хорошо, грамотно, красиво легло в чужую душу? Дело в том, что, конечно, толчок первичный мы даем, но здесь очень многое зависит от саморазвития человека. И это напрямую связано с самой сутью учения. Ведь мы имеем в себе, на самом деле, все знания мира. Был такой замечательный поэт Федор Иванович Тютчев, который очень поэтично, образно и емко сказал, «Все во мне и я во всем». И это действительно так. Весь мир в нас. Ну, в терминах, допустим, науки, точной, как вам нравится, это бы звучало так, что мир наподобие матрешек вложен друг в друга. Это фрактальность отношений. То есть другая мерность, но самоподобная всему, что было как бы внешне и всему, что есть внутренне. Самоподобие, но в другой мерности. И вот я всегда говорил и своим ученикам, и сейчас хочу сказать для всех людей, кто смотрит нашу передачу, что на самом деле в организме человека есть буквально все для того, чтобы преодолеть любую деструкцию. Буквально все. Нет такого заболевания, с которым наш организм не справился бы. Вы знаете, телезрители после каждого эфира задают достаточно распространенный вопрос. Они спрашивают, если я прочитаю трилогию Аркадия Наумовича Петрова, для меня этого будет достаточно или нет? Или это только первый шаг? Ну, такой вопрос подобен тому, как если бы человек поступал в институт и сразу бы спрашивал у профессора. Профессор, вот если я окончу пять курсов вашего института, я стану тоже профессором или нет? Это будет очень, так сказать, забавно. Потому что это может так случиться, но может так и не случиться. Потому что все-таки очень многое зависит от того, кто читает и кто обучается. Я хочу вот все-таки вернуться к той мысли, которая не закончена, что в человеке есть буквально все для того, чтобы преодолеть любую деструкцию. Но клетки нашего организма, обладающие этим знанием, к сожалению, не получают никаких повелительных регуляций от сознания человека, об обобщающей структурой его самого. То есть должен поступить сигнал такой? Конечно. Мы должны сделать определенную волеизъявление на определенном направлении действий наших собственных клеток. У них очень большие знания. Похоже ли это по структуре действия на тот сигнал, который мозг посылает, например, руке подняться, молниеносный? То есть это та же схема? В определенной степени та же. Но тут нужно иметь тоже определенную тренировку. Потому что это связано и с открытием так называемого внутреннего видения. Оно сейчас подтверждено в том числе и научно. Сейчас это из проблем как бы виртуальной постепенно очень перетекло в область совершенно реального знания. Потому что проведены во многих странах очень точные эксперименты, которые это видение зафиксировали, установили. И на эти эксперименты можно вполне точно опираться. Более того, зафиксировано воздействие мысли даже на приборы. Например, французы, ну и не только французы, американцы тоже проводили такие опыты очень интересные. Когда, например, мини-роботы со случайным набором команд, которые являются для них регуляторами их движения, промещались в определенном помещении, начинали хаотическое движение. Было много. А потом приходил человек, который начинал давать импульсу мозгу, чтобы упорядочить их движение. Вы знаете, они начинали подчиняться. Удивительные процессы. Этот процесс... Удивительный организм человек. Я для чего рассказал его? Точно так же мы не разговариваем со своими клетками. Вот мы поговорили с этими мини-роботами. Ну хорошо, они выполнили определенные команды подчинения. Почему мы думаем, что мы не можем то же самое делать внутри себя? Но для этого надо знать язык клеток, коды клеток. Потому что там не только в системе образов идет общение. Там и в системе цифрового кодирования идет общение. И все это можно делать. Можно общаться. Можно давать команды нашим клеткам. Клетки эти команды будут выполнять. И они их выполнят замечательно. Гораздо лучше, чем любой врач. С любой степенью. Научный. Мы прежде чем перейдем к вопросу официальной медицины, к нам дозвонился телезритель Виктор у нас в студии на связи. Здравствуйте. Здравствуйте. Будьте любезны, подскажите, у меня великолепное решение вены. Поможет ваше учреждение? Ну я только что говорил, что любое заболевание поддается вот этим воздействием. Это не лечение в обычном смысле. Это самоуправление процессами организма. Биохимия и биофизика организма. Но учиться этому надо. Это только через обучение приходит. Знаете, действительно, давайте коснемся вопроса официальной медицины. У нас уже сложилась такая устоявшаяся схема. Пациент – врач. От врача зависит в официальной медицине достаточно много. Врачу верят практически на 100%. И в случае, если лечение не удалось, то врача и обвиняют в том, что плохо лечил. Вот насколько в учении «Древа жизни» важна сама роль болеющего человека? И насколько важен его личный вклад в выздоровление? Ну, очень важны. И тут обвинять никого не придется, кроме самого себя. Потому что любому человеку можно сказать, ну, у тебя не получилось. Ну, почему у этого получилось, у того получилось, у десятого получилось. И только вот у тебя не получилось. Потому что гораздо большее число людей достигает этого результата. Вот есть некоторые, которые не достигают. Тогда у них вопрос должен быть самому себе. Я хочу сказать, что в прошлый свой приезд мне пришлось общаться много с врачами. В том числе в ситуациях, когда у них в самих семьях у врачей были люди безнадежно больные. То есть они ко мне обратились тоже за помощью. Ваши врачи, причем потомственные, у которых там и мама, и папа, и дедушка, и бабушка были врачами. И я был в этих семьях, и там выздоровление наступило. На их глазах. Они сейчас это все описывают. Я не знаю, может быть, даже завтра кто-то будет рассказывать об этом. Потому что там есть случаи регенерации органов, и вообще, когда человек уже должен был через несколько дней совсем, так сказать, уйти, как говорится, из мира сего. И сами врачи и его родственники ближайшие знали, что это неизлечимо. Этот человек излечился, встал, ходит, благополучен, набирается здоровья и прочее, прочее. И это на глазах у врачей, вот что очень важно. И таких, я вот целый фильм сейчас привез, телевидение Озерска сделал этот фильм. Там сами врачи рассказывают о тех потрясающих результатах, в том числе об излечении от рака четвертой степени, который, ну, понимаете, в мире не лечится, просто не лечится. То есть официальная медицина, поэтому немного уже... Абсолютно. Даже третьей степени рак с трудом в нескольких случаях есть. Есть у нас звонок в студии. Александра Борисовна нам дозвонилась. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Слушая вашу передачу, можно сделать ли вывод о том, что ваше учение близко к самовнушению? Ибо роженица, имеющая ребенка, носящая ребенка, она разговаривает с ребенком. Она его учит, музыку слушает, все то же самое. И сама, сам человек может ли вот так координировать на бытовом уровне? Спасибо вам большое за вопрос. Я должен сказать, что это имеет действительно место, процесс как бы самовнушения, но это некая начальная стадия, потому что я говорил уже о том, что мы уже проводили исследование, мы ищем язык общения с клетками. Не просто вот поговорить, уговорить, а мы начинаем выявлять те образы, которые точно включают механизм работы, санации организма. Вот когда обретается этот язык, и еще раз говорю, он может быть через образы, через коды, но в том числе и через слова, безусловно, то достигается управление этими процессами. Это очень важный момент. Не просто поговорить, хотя это действует, еще раз подчеркиваю, потому что это может быть и было, как вам сказать, какой-то первой ступенью вот к этим знаниям. Но потом была очень серьезная работа, были серьезные исследования, мы очень много работали. В этой сфере. Да. Вы знаете, вот сейчас телезритель позвонила, и я вспомнила, что позвонила мне беременная женщина и просила очень задать вам вопрос. Она боится кесарево сечения очень сильно, и говорит, что сейчас в роддомах достаточно часто распространена практика кесарево сечения. Как помочь женщине родить естественно? Вот она очень просила вам задать этот вопрос. Еще раз говорю, тут ведь не скорая помощь. Вот так вот сказать, что делать конкретно сейчас человеку, если он не готовился на этом направлении. То есть, ну вот все-таки у нас это учение, обучение. То есть, как и с рождением, зачатием ребенка, готовиться надо заранее. Да, ну вот как здесь, вот все равно, а можно за три дня родить. Ну вот, в принципе, потенциально, может быть и можно, да, вот нельзя же это провернуть. Может быть, теоретически, но что хорошего из этого выйдет. Продолжает свою работу гостиной на телеканале АТВ. У меня в гостях Аркадий Наумович Петров, автор учения Древа Жизни, доктор философских наук, профессор. Профессор. Профессор, писатель, много регалий, можно и запутаться. Для тех, кто только включился в нашу беседу, подключайтесь, активно звоните к нам в студию, узнавайте, кого что интересует. Вы знаете, мы коснулись детского вопроса, и тут сразу я хочу немножко расширить. Вот играет ли роль возраст человека? Например, могут ли дети выздороветь, если родители практикуют Древо Жизни? И вообще, как ребенок сам может понимать принципы учения? И что такое детские болезни? Это прежде всего атмосфера в семье или это наследственность? Что такое детские болезни? Ну, это и наследственность, и атмосфера в семье. И, может быть, свои какие-то глубинные, еще не относящиеся даже к этой жизни события, могут быть причины и болезни. Дело в том, что человек существует и вечное, на самом деле. Мы просто здесь, на земле, приходим, получаем уроки, сдаем экзамены жизни. И вот от того, как мы эти экзамены сдаем, то такие результаты мы и имеем. Эта тема очень серьезная и достаточно глубокая, и даже для самого меня, как бы, еще раз подчеркиваю, неожиданная, потому что до 50 лет я был таким же атеистом, как и большинство вокруг. Сейчас мне все это приходится переосмысливать, но на то есть основания. И, собственно, те достижения, которые мы достигаем уже с новым миропониманием, с новым мировоззрением, они показывают, что мы на правильном пути. Кстати, для украинских родителей очень остро стоит вопрос вакцинации. Было несколько летальных исходов в Украине, в частности, там связаны с вакцинами, которые завозили, и поэтому многие родители сейчас массово отказываются от прививок, кто-то продолжает вакцинировать. Вот ваше отношение к вакцинированию? Ну, я лично отношусь к этому достаточно отрицательно, потому что мы просто видим, что те культуры, которые вводятся в организм с целью, так сказать, профилактики, очень часто капсулируются, и при ослаблении организма, при определенных ситуациях внешних, а их сейчас становится все больше и больше, зона риска очень сильно повысилась, по сравнению с тем, что было несколько десятилетий назад. Эти культуры распаковываются и начинают действовать уже не как защитный механизм, а как определенный, так сказать, инструмент деструкции. Да, интересное мнение. Валентина с нами на связи, есть у нас в студии звонок. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Простите, пожалуйста, за беспокойство. Я смотрю неоднократно ваши передачи, и мне хотелось бы узнать вот что. Я получила травму, у меня переломанный позвонок в поясничном отделе, поломан пятый, четвертый, третий позвонок, и есть скол на втором. Но я не поверила в болезнь и встала на третий день на ножички. И вот на сегодняшний день, уже два месяца после заболевания, вот я смотрела ваши передачи, я просто поражена. Я не в состоянии попасть на вашу передачу в дом... Медработников. Да, медработников. Скажите, как мне можно пообщаться через интернет или что-либо? Потому что я смотрела и Петрова, и Николая... Романа Гиреева, да? Да, да, Гиреева. Спасибо вам большое за звонок. Как с вами держать связь? Ведь вы же не все время в Одессе-то будете. Дело в том, что я не все время в Одессе, но меня практически сейчас нет и в России. То есть у меня сейчас очень много зарубежных контрактов, я практически в России, там, два, три, четыре дня общаюсь с семьей, и опять улетаю работать на Запад, преподавать, готовить специалистов. Потому что там сейчас этот процесс пошел, можно сказать, лавинообразно. Там готовят специалистов по нашим технологиям. Мы работаем в медцентрах, и там не только результаты, которые всем очевидны, но там еще очень важный момент, что никто эти результаты не замалчивает. То есть они закреплены? Они закреплены, о них говорят, о них пишут в журналах, в прессе, на телевидении говорят. Это совсем другая обстановка информационная. Потому что здесь то, что мы делаем, очень часто воспринимают или как религию, или как нападки на науку, так сказать, попытку ее остановить как-то, ее развитие. И это не так, потому что то, что мы делаем, не религия, и это не медицина, в принципе. Это просто совершенно новый уровень знаний, которыми надо обладевать человеку. И я бы не сказал, что он относится сугубо к медицинской тематике. Хотя, должен сказать, что такие, например, гении в медицине, как, например, академик Петр Петрович Горяев, Андрей Игорьевич Политаев, Иван Павлович Немывакин, которые тесно соприкоснулись с нашими технологиями, изучили их. Они поняли, как они работают и стали яростными сторонниками этого нового направления. Уж они-то как могут ошибиться? Тем более, Иван Иванович, который является основоположником космической медицины, который 30 лет возглавлял медицину космоса. То есть на самых передовых медицинских рубежах. На нашей телезрительнице мы что можем порекомендовать? Мы можем порекомендовать обратиться к региональным представителям. Есть преподаватели в Одессе, вы сейчас увидите контакты на своих экранах. Если вы не можете прийти на встречу, позвоните по телефону. Я думаю, что региональный представитель найдет время с вами встретиться, поговорить. Я думаю, что начинать надо с книг. Надо выйти. В России есть издательство «Культура», которое имеет как бы приоритетное право издания моих книг. И там есть интернет-магазин при издательстве «Культуре». Туда можно обратиться. Книги высылаются, рассылаются. Сейчас по всему миру. На все.